Посмотрите, опять насыпалось. Опять убираешь? Нет, опять основа. Ну а что сделать? Надо. Виктор Афанасенко, так же, как и другие шесть конкурсантов, выполняет задание. Участникам нужно убрать свой участок. Собрать примерно 5-6 мешков листвы. И ветер в этом испытании совсем не на руку дворникам. Тяжело и Елене Шуруповой. Она фаворит состязаний. Два года назад в этом конкурсе женщина заняла первое место, а в прошлом году стала второй. Общество в большинстве своем не ценит труд людей этой профессии, признается сотрудница Александровского предприятия. Идя мимо урны, мы можем бросить мусор мимо нее, а не в нее. То есть, ну нет воспитания, особенно у молодежи. Не ценят труд чужих людей, как говорится. Может, если бы у них мама убиралась, может быть, они бы убирали, кидали бы мусор, как положено, а так. Конкурс «Лучший по профессии» проводится уже в 17-й раз. Главная цель – популяризация рабочих специальностей. Далеко не каждый может своими руками починить кран на кухне. А спрос на сантехников, слесарей и электромонтеров в области высокий. Все привыкли считать, что работник в звере ЖКХ, он в канализации ходит, слесарь необразованный. На самом деле сейчас меняется вот этот имидж работников. Люди с руками, сварщики, слесари, они действительно и зарабатывают больше, чем инженеры в некоторых случаях. И поэтому сейчас настолько востребована эта профессия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Каждый из тех, кто стоит в кабинке за шторкой – студент. Задача конкурсантов – сварить деталь. После выполнения работы – оценка жюри. Критериев несколько. Им дали чертеж, согласно чертежа они произвели сборку и сварку. После сварки будет производиться испытание на герметичность. Герметичность проверяется. Если изделие проходит испытание на герметичность, потом происходит уже проверка геометрических геометрий шва. Это номинация «Электросварщик». Работа не из лёгких. При использовании газа варить куда проще, говорят участники. Андрей Тиняев учится на эту профессию уже два года. Молодой парень прекрасно понимает, что профессионалов по этой специальности не так уж и много. Я лучший из группы, но меня взяли на конкурс. Трубы сваривал вместе. Хороший шов нужен с проваром. Помимо практических упражнений, проверяли знания участников конкурса и в теории. По итогам этих двух модулей каждому выставили общую оценку и определили победителей в семи номинациях. Алексей Дудин, Андрей Беляков.